Спасибо, Татьяна Викторовна. Очень много коллег-воспитателей, очень много педагогов, но педагогическая среда такая у нас. Меня зовут Магонова Ольга Николаевна, я являюсь педагогом-психологом и педагогом дополнительного образования. Так же, как и все вы, естественно, работают по нашим федеральным государственным образовательным стандартам, о которых мы сегодня с вами и поговорим. И поговорим сегодня о социальном, патриотическом и эстетическом воспитании. Немножечко такой организационный момент. Во вкладочке файла есть презентация, которую вы, естественно, можете скачать. Вам Татьяна Викторовна скажет немножко позже, как это сделать. И есть еще дополнительный файл, небольшой бонус, как всегда, от меня. Это раздаточный материал для родителей. Его вы тоже можете скачать, распечатать и пользоваться. Это небольшой буклет. Такой бонус для вас. Надеюсь, будет интересен и полезен. Но давайте вернемся к нашей сегодняшней теме. Социальное, эстетическое и патриотическое воспитание. События, происходящие в мире последние годы, диктуют образовательным организациям обращать внимание на социальное, эстетическое и патриотическое воспитание. Об этом нам говорят и федеральные государственные образовательные стандарты нашего третьего нового поколения. Каждое из этих направлений, оно несет с собой особую ценность воспитания в образовательной организации. Необходимо уделять не одному какому-то направлению. Мы воспитываем только социальное, или мы воспитываем только эстетическое направление, или патриотическое. Мы все понимаем, что нам необходимо уделять внимание всем трем в комплексе. И только так, когда мы уделяем комплексу этих направлений внимания, мы можем воспитать в ребенке все эти качества. Потому что мы все с вами понимаем, что эти направления, они связаны тесно, очень друг с другом. Мы все с вами понимаем, что нельзя воспитать любовь к родине, не привив ребенку любовь к обществу и любовь к окружающему миру. Основу патриотизма, несомненно, закладывает семья, затем образовательная организация, детский сад, школа, среднее учебное заведение, потом высшее учебное заведение, различные клубы. И мы все с вами понимаем, что основой всего этого будет первую очередь, это любовь сначала к близким, любовь к своей семье, потом любовь к своей малой родине, на территории, которой проживает наш ребенок. Потом любовь к родному краю, к своей стране и так далее. Познание духовного достояния, любовь к культуре России, истории, все это можно воспитывать только в комплексе социальным и эстетическим воспитанием. Если мы с вами говорим о социальном воспитании, да, это составная часть процесса социализации, которая у нас регулируется педагогически, да, она регламентируется целенаправленно на формирование социальной зрелости, развитие личности, посредством включения ее в различные виды социальных отношений общества. В первую очередь мы начинаем воспитывать, социальное наше воспитание происходит в семье, да, это общение, после чего у нас приходит наша игровая деятельность, а ребенок, ну не все дети, да, но большая их часть идут в сады, да, и прививается там наше социальное воспитание. Становится ведущим видом деятельности наша игра, и уже при помощи игры дети отыгрывают определенные социальные роли, и таким образом происходит наше социальное воспитание. Потом приходит на смену нашей игровой деятельности учебная деятельность, и наша здесь учебная деятельность уже тоже влияет на социальное воспитание. Ну, после чего идет трудовая деятельность и общественно полезная деятельность. Если говорить об общественно полезной деятельности, здесь она может идти как бы параллельно всем этим действиям, да. Ну и здесь у нас ведущий вид деятельности, он становится основным, но другие виды деятельности никуда от нас не уходят, да. Мы все с вами понимаем, что когда приходит на смену игра общению, да, как ведущий вид деятельности, там, или учебная деятельность на смену игре, игра никуда не уходит, она точно так же остается с нами, просто она перестает быть ведущим видом деятельности. Минуточку, отвлеклась, прошу прощения. Процесс социального воспитания можно представить в следующем формате. Первое – это включение человека в систему быта и жизнедеятельности отношений воспитательных организаций. То есть при помощи, мы сейчас с вами рассмотрим, при помощи чего и как мы можем воспитывать человека социально. Первое – это включение в систему быта, то есть включение в семейных, включение ребенка в систему семейных отношений. Это никто не отменял, и здесь оно у нас является как бы таким первым моментом – это включение в семью. Также включение в систему быта, жизнедеятельности и отношений уже воспитательных организаций, когда после семьи у нас ребенок поступает уже в какую-либо воспитательную организацию. Чаще всего это детский сад, но если ребенок в детский сад не ходит, то это у нас уже школа. Следующий момент – это приобретение и накопление знаний и других элементов социального опыта. То есть находясь в социальной среде, находясь в системе, ребенок приобретает и накапливает определенные знания и умения для того, чтобы в дальнейшем развиваться, и при помощи этого накапливается определенный социальный опыт. Их интериоризация, то есть их присвоение, то есть преобразование внутренних структур психики благодаря усвоению структур социальных деятельностей. То есть здесь у нас происходит преобразование каких-то внутренних структур, то есть изменение психики человека благодаря тому, что он усваивает структуру социальной деятельности. Благодаря тому, что он усваивает определенные социальные нормы. И четвертый этап при процессе социального воспитания – это экстериоризация, то есть преобразование внутренних структур психики в определенное поведение, действие или высказывание. То есть что у нас здесь? Мы включаем человека в систему отношений. Он у нас в этой системе отношений начинает приобретать определенные знания, навыки и умения. После этого его психика начинает преобразовываться, он начинает меняться. И это уже у нас с вами выходит на уровень каких-либо действий или высказываний. Вот таким вот образом у нас происходит процесс социального воспитания. Существуют две группы ценностей социального воспитания. Первая группа – это ценности культуры данного общества, ставшие имплицитно, то есть подразумеваемыми, но не сформулированными, присущие ей в ходе истории, а также формулируемыми многими поколениями мыслителей, внесшими вклад в развитие культуры. То есть ценности, которые повлияли, но они вот прям так конкретно не сформированы. То есть они внесли свой вклад, но открыто эта мысль не прописана. Таким вот образом. И ценности – это первая категория. А вторая категория – это ценности, которые имеют конкретно исторический характер и определяющиеся идеологией конкретного общества в тот или иной исторический период его развития. То есть которые зависят от политических, правовых, нравственных, философских взглядах, в которых осознаются и выражаются отношения людей в действительности. Здесь у нас уже ценности какие-то конкретные, да, они являются конкретной идеологией. То есть первая группа, она не прописана, она просто влияет на общество, да, а вторая уже конкретно точна и прописана. Существует три направления нашего социального воспитания. И здесь мы можем говорить о том, что социальное воспитание идет в трех направлениях. Первое – это физическое. Здесь у нас идет уклон на именно физическое развитие. На сохранение нации именно со стороны здорового образа жизни, со стороны спорта, со стороны правильного питания. Второе – это социокультурное. Оно направлено на сохранение традиций, на сохранение определенных устоев, да, определенной идеологии общества, в котором родился наш ребенок, в котором воспитание, не обязательно родился, да, в котором находится наш человек, и в котором он формируется и воспитывается. И следующее, третье – это умственное и интеллектуальное развитие, да, умственное и интеллектуальное направление, которое тоже никто не отменял. Мы все с вами понимаем, да, что социализируясь, находясь в социуме, человек просто обязан развиваться в умственном плане для того, чтобы находиться на одном уровне со своими коллегами, да, со своими участниками именно этого социума. Следующий момент, о котором мы с вами поговорим – это эстетическое воспитание. Какое же определение нам дают авторы? Эстетическое воспитание – это формирование, творческие, активные личности, способные воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, общественных отношений с позиции эстетического идеала, а также испытывать потребность в эстетической деятельности. Что у нас здесь? Все мы с вами понимаем, да, как я уже сказала, почему мы затрагиваем момент эстетического воспитания, потому что без, допустим, возможности оценивать прекрасное в природе, без возможностей видеть это прекрасное в природе, человек не может полюбить окружающих, да, и не может полюбить свою родину. А на основе любви к родине, мы все с вами понимаем, да, строится наш патриотизм, строится наше патриотическое воспитание. Большое значение эстетическому воспитанию придавали еще в древние времена. Во все исторические эпохи, мы все с вами знаем и помним, да, что были свои эталоны красоты. Из эпохи в эпоху они, конечно, менялись, но эталоны красоты и эстетики были в каждую эпоху. Они проявляются в особых обрядах, в особых ритуалах, они проявляются в особым стиле. Все это развивается при помощи песен, все это развивается при помощи сказаний, былин, различных ремесел, и все это проходит через особую связь с окружающим миром и природой, и формируется художественный вкус предков. Мы все с вами знаем, да, что ранее человек был ближе к природе, да, и за счет этого эстетический вкус формировался именно на основе созерцания природы. Многие авторы говорят о тесной связи именно эстетического воспитания с умственным. Именно в процессе эстетического воспитания у ребенка формируется любовь к искусству, проявляются способности к созданию эстетических ценностей. Также одной из задач эстетического воспитания является формирование морального облика и нравственной направленности личности. То есть то, как мы относимся к окружающему, за счет этого у нас формируется моральный облик и нравственная направленность личности. А это, опять же, очень тесно связано с социальным и патриотическим воспитанием, да. А если, опять же, возвращаемся к социальному воспитанию, как уже было сказано мною ранее, то оно также неразрывно связано с эстетическим и патриотическим воспитанием. И ему уделяется особое внимание еще в античные времена. Но свое определение, вот как социальное воспитание, да, оно получает немножечко позже и выделяются определенные категории социального воспитания, да. То есть это часть процесса социализации. А социальное и эстетическое воспитание призвано сформировать зрелую личность посредством включения этой личности в общество при помощи учебы, игры. И если говорить о том, как же мы с вами, при помощи чего, при помощи каких принципов мы с вами должны проявлять социальное воспитание и эстетическое, то они, прежде всего, направлены на раскрытие способностей, в первую очередь, а второе, на раскрытие творческого потенциала личности. А мы все с вами понимаем, да, что творческий потенциал личности, он неразрывно, опять же, связан с нашим эстетическим воспитанием. Такое вот взаимодействие здесь у нас, получается, они неразрывно связаны между собой. Если говорить о социальных аспектах воспитания, то они разрабатываются еще древними философами, идея Дистервега о том, что воспитание и образование необходимо учитывать все аспекты, да, то есть место, время, общество, в котором родился человек и в котором ему предстоит жить. То есть культура страны, традиции, обычаи народа, все это у нас влияет на личность. Соответственно, все это у нас наше социальное, эстетическое и патриотическое воспитание. И таким образом социальное воспитание, оно направлено на развитие навыков для успешной социализации, адаптации в обществе. Все это направлено на преобразование нашей окружающей среды. А преобразуя окружающую среду, личность приобщается к прекрасному и формируется наш эстетический уже вкус. Если говорить о том, как же мы с вами формируем эстетическое воспитание, при помощи чего и при помощи каких моментов мы с вами формируем наше, опять же, эстетическое воспитание. Средства эстетического воспитания, в первую очередь, это природа. Мы все с вами понимаем и помним направление Сухомлинского, который говорил о том, что именно воспитание природой педагог должен ставить наверх, в первую очередь. Первое, как я уже сказала, средство эстетического воспитания, это природа. Второе, это быт. То есть, при помощи быта, развивая его, организовывая именно быт, мы тоже формируем у ребенка, мы тоже формируем у личности эстетическое воспитание. Следующее, это труд. Во время труда тоже у нас формируется эстетическое воспитание. Ну и общественная жизнь, и искусство. Мы все с вами, искусство в самой большей мере, да, у нас формирует наше эстетическое воспитание. Вот такие пять направлений, пять как бы основ, на чем у нас формируется наше эстетическое воспитание. при помощи чего формируется наше эстетическое воспитание. Еще раз перечислю, это природа, быт, труд, общественная жизнь и искусство. Но это вот вкратце по двум направлениям, но и к самому такому большому направлению, которому сегодня мы уделим наибольшее внимание. Это у нас патриотическое воспитание, хотелось бы дать такое небольшое определение. Патриотическое воспитание – это формирование творческой активной личности, способной воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, общественных отношений с позицией эстетического идеала, а также испытывать потребность в эстетической деятельности. Здесь уже выделять ничего не надо, вы сами прекрасно видите, да, тот момент, что патриотическое воспитание у нас уже даже, выходя из определения, патриотическое наше воспитание, оно связано именно с позицией эстетического идеала, соответственно, оно связано у нас с эстетическим воспитанием. И здесь общественные отношения с социумом, да, то есть наше социальное воспитание. Хотелось бы зачитать следующие слова, да, «Только тот, кто любит и уважает, накопленное и сохраненное предшествующим поколением может любить Родину, узнать ее и стать подлинным патриотом», да, слова Михалкова. Как я уже говорила, что в современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас как никогда оно важно, сейчас в период нестабильности возникает необходимость вернуться к лучшим традициям именно нашего народа, к его вековым корням, с таким вечным понятием, как род, родство и Родина. Мы все с вами понимаем, что сейчас чувство патриотизма как никогда важно. Оно при этом многогранно по своему содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, ощущение неразрывности с окружающим и желание сохранить, именно приумножить богатство своей страны. Если говорить о том, что же такое быть патриотом, что же... что же такое ощущать, да, быть патриотом, это значит ощущать себя неотъемлемой частью именно Отечества, неотъемлемой частью своей страны, это сложное чувство начинает возникать еще в дошкольном возрасте. То есть в дошкольном возрасте мы все с вами можем именно заложить основы ценностного отношения к окружающему миру. Я не говорю о том, что с детьми школьного возраста, с подростками, со взрослыми не нужно работать в направлении именно патриотического воспитания. Но именно основа, именно фундамент, на который, ну, те вот камушки, да, на которые мы будем складывать дальше наше воспитание, оно закладывается именно в дошкольном возрасте. Если говорить о дошкольном возрасте, это для... как период для становления личности имеет свои потенциальные возможности и имеет большие возможности для того, чтобы сформировать нравственные чувства, к которым относится именно наш патриотизм. Если говорить о проектах, да, России, то сейчас эта доктрина, она уже не действует, да, но планировалось ее действие до 25-го года, и национальная доктрина образования, там подчеркивается, что система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющей национальную и религиозную терпимость, да. У нас документ сменился, но именно вот эта ценность, ценность гражданинам, которые правовой, демократический, да, уважающий права и свободы личности, да, государства, именно оно осталось, этот момент остался. Реализация такой системы образования невозможна без знания традиций своей родины, своего края, да, и в основе этого сложного педагогического процесса лежит развитие чувств. Если говорить о самом поднятии патриотизма, да, оно включает в себя чувство ответственности перед обществом, чувство глубокой духовной привязанности в первую очередь к семье, оно формируется у нас на самых ранних этапах, да, а потом к дому, к родине, к малой, к родной природе и толерантное отношение к другим людям. Это тоже никто не отменял. Если говорить о том, что в первую очередь патриотизм прослеживается в отражении регионального аспекта на основе ценностного подхода к пониманию культурных истоков. Если говорить о ценностно-ориентированном подходе, оно обуславливает раскрытие культурных истоков через интеграцию видов детской деятельности. То есть здесь у нас в игре, в той же самой, мы должны показать и рассказать о культурных истоках. Также ребенку необходимо раскрывать к культурные традиции и самостоятельно демонстрировать отношение к малой родине и к традициям. В последние годы очень эффектно возрастает внимание к духовному богатству культурного наследия народов. Общество начинает возвращаться именно к народности. В этом следует видеть стремление народа к национальному возрождению. Нет ни одного народа, который бы не хотел, который бы не желал сохранить свое национальное своеобразие. В первую очередь оно проявляется в языке, в фольклоре, в традициях и искусстве. Сегодня ведущим принципам воспитания следует считать воспитание, осуществляемое на корнях национальной традиции. Воспитание целостной личности требует применения взаимосвязанных средств и различных форм влияния. Какие же компоненты культуры, что же мы можем предложить, с чем мы должны с вами познакомить наших детей, чтобы они знали именно о культуре? Это народные игры. Все эти компоненты у нашего народа, они находятся в полной мере, в полном объеме. Первое, как я уже сказала, это народные игры. Второе, это праздники, праздники определенного народа. Мы все с вами знаем, что это есть определенные праздники, о них мы тоже сегодня с вами поговорим. Также это декоративно-прикладное искусство и традиции, и обычаи определенного, но мы говорим о нашем народе. Какие же принципы у нас с вами существуют? В роли источнику патриотического воспитания у нас должна выступать взаимосвязь чувств, эмоций и отношений. А здесь мы с вами понимаем, что от чувств к отношениям, отношения к деятельности воспитываются гражданско-патриотические чувства. А на каких же принципах они у нас с вами воспитываются? Принцип личностно-ориентированного общения. Он предусматривает индивидуальное личностное формирование и развитие морального облика человека, партнерство и соучастие в взаимодействии, приоритетной форме общения педагога с детьми. Следующий момент – это принцип культуры сообразности. Сюда у нас включена открытость различных культур, создание условий для наиболее полного с учетом возраста ознакомления с достижением и развитием культуры современного общества и формирования разнообразных познавательных интересов. Следующий принцип – это принцип свободы и самостоятельности. Этот принцип позволяет ребенку самостоятельно определить его отношение к культурным источникам, воспринимать, подражать, комбинировать, создавать и так далее, самостоятельно выбирать цель, определиться в мотивах и способах действия, в дальнейшем применении результата данного действия, деятельности и самооценки. Следующий принцип – это принцип гуманно-творческой направленности. Данный принцип обеспечивает, с одной стороны, обязательное получение ребенка во взаимодействии с культурной средой продукта, который характеризуется творческим элементом и развивает воображение, фантазию, открытие, озарение и так далее. И принцип интеграции различных видов детской деятельности. Здесь реализация принципа интеграции невозможна без вполне определенного обеспечения, включающего в себя содержание образования, методы его реализации и предметно-развивающие условия организации. Какие же у нас с вами существуют условия патриотического воспитания? Что же мы должны с вами сделать для того, чтобы у нас патриотическое воспитание проходило в полной мере? Первое – это создание благоприятного психологического климата в коллективе. Каждый день ребенка в образовательном учреждении должен быть наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми и так далее. Ведь воспитание и чувство привязанности к образовательному учреждению, к семье, к родной улице, начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать более сложное образование. То есть чувство любви к своему обществу. Именно на основе, как я уже сказала, любви к семье, любви к первому образовательному учреждению на основе этого фундамента уже будет формироваться любовь к Отечеству. Следующий момент – это интеграция содержания образования, проектирование такого содержания образования, которое бы способствовало усвоению ребенка культурных и других традиций своего народа и традициям других народов. Здесь у нас интеграция условия реализации содержания образования. Технологии по патриотическому воспитанию, форма организации патриотического воспитания, предметно-пространственное окружение. И здесь должны быть как результат это интеллектуальные, личностные и физические качества, которые мы развиваем в нашей личности. И формирование у воспитанников общечеловеческих и гражданских ценностей. Здесь у нас у ребенка должны формироваться в приоритете национально-государственные ценности. Следующее условие – это единое требование к предметно-развивающей среде развития ребенка, учитывающие запросы субъектов образовательного процесса, учитывая запросы педагогов, родителей, детей, учитывается принцип интеграции. И последний момент, который немаловажно отметить, это при патриотическом воспитании мы с вами тоже должны использовать систему мониторинга, чтобы понимать, в правильном ли мы направлении с вами идем. Теперь поговорим немножечко с вами о праздниках. Я говорила о том, что мы тоже сегодня их с вами проговорим и поговорим о них. Сейчас, буквально, минуточку. Какие же праздники в образовательных учреждениях, на основе каких праздников мы с вами можем формировать патриотическое воспитание? Это все очень значимые, все важные праздники для нашей страны. Первый праздник – это 23 февраля, о котором мы сегодня с вами поговорим. Очень важный государственный праздник – это День защитника Отечества. Поэтому перед нами стоит задача как можно доступнее, как можно более развернуто знакомить детей с этим праздником. Форма работы может быть совершенно различной. Допустим, это могут быть занятия и окружающего мира, это могут быть беседы о родах войск. У каждого рода войск есть своя форма, техника. Мы с вами знаем условия службы и так далее. Гидактические игры, игровые упражнения. Это могут быть, допустим, военные профессии, беседы о различной боевой технике на тему спецмашины, допустим, наши защитники. По этой тематике можно разучить, допустим, песни «Самолет» или «Наша Родина сильна» с добрым утром. Также можно обратить внимание на стихотворения и рассказы «Агни Барто», допустим, на заставе Николая Некрасова «Наша армия». Да, и также к занятию мы можем сделать аппликации, подарки для пап, дедушек, нарисовать рисунки. Также, как вариант, мы можем организовать сюжетно-ролевые игры, допустим, пограничники, летчики на аэродроме и так далее. Также можно, как вариант, на этот праздничный досуг приглашать пап, дедушек, дядь, которые непосредственно связаны с Днем Защитника Отничества, которые непосредственно, возможно, служили или же на данный момент служат. Следующий праздник – День Победы, 9 мая. День Победы – самый главный праздник в нашей стране. И этот день весь российский народ чтит память о павших героях. Все считают своим долгом приносить цветы к могилам неизвестных солдат, к мемориалам. Здесь тоже форма работы с детьми могут быть совершенно разными. Здесь вы можете выбрать любую. Допустим, здесь может быть беседа «Город в блокаде», допустим, «Города-герои», «Города-герои в Великую Отечественную войну». Также можно организовать конкурс стихов, «Салют Победы». Здесь между подготовительными к школе группами, допустим, точно так же, если это детский сад, либо же конкурс стихов, там, начальная школа, средняя школа. Также можно провести конкурс рисунок, подделок совместно с родителями. Таким образом мы проделываем работу еще и по взаимодействию с родителями. Провести сюжетно-ролевую игру, организовать экскурсию к обелиску. Организовать, возможно, к сожалению, сейчас наших ветеранов становится с каждым годом меньше и меньше. Но если есть такая возможность, это будет прекрасным моментом, организовать встречу с ветераном Великой Отечественной войны и уже непосредственно дети будут узнавать о некоторых моментах по словам, со слов человека, который был в этих действиях. Так, исходя из опыта, это очень такой важный момент для детей, и он очень запоминающийся и волнующий для детей. Поэтому как элемент воспитания, это очень важно для детей. В этот день, возможно, к этому дню разучить фронтовые песни, этот день мы все с вами понимаем, что чествуют ветеранов, и в определенный час наступает минута молчания. То есть об этом дне мы тоже говорим с вами, мы рассказываем детям о том, что было, и о том, что необходимо помнить историю. Следующий праздник, это 12 июня, День России, один из самых молодых государственных праздников. Появился он в 1990 году, 12 июня, прошу прощения, это означало, что Россия стала отдельным самостоятельным государством. 12 июня, День РФ, свободного самостоятельного государства. Это праздник нашей страны. При ознакомлении с праздником можно использовать, опять же, разные формы работы, это могут быть беседы, это могут быть информации энциклопедического характера, музыкальные занятия. Объяснив детям, что мы объясняем важные моменты, что когда звучит гимн во время вступления, когда звучит гимн, мы встаем, когда поднимается флаг, тоже мы поворачиваемся к нему лицом, и детям можно провести такие, допустим, дидактические игры, это найти герб России, состав герб России, нарисуй рисунок и так далее. Следующий праздник – это день рождения российского флага, 22 августа. Это особый, опять же, и сравнительно молодой праздник. Здесь при ознакомлении с нами, перед нами стоят следующие задачи – это воспитывать эстетические отношения к цветам российского флага, формировать элементарные представления о происхождении знамён, познакомить с символическими значениями флага России. И на основе этого мы с вами воспитываем любовь и уважение к своей родине, гордость за свою страну, народ. И необходимо говорить о том, что ранее наша страна называлась СССР, у неё был другой флаг, затем появилось новое государство и появился новый государственный флаг. Также мы говорим о расшифровке цветов, о их последовательности, что тоже немаловажно. И можно предложить тоже дидактические игры, допустим, можно «Знай наш флаг», «Выложи флаг», «Собери флаг» и так далее. Следующий тоже немаловажный праздник для нашего народа – это День народного единства, 4 ноября. В этот день у нас отмечаются два великих праздника, которые связаны с одним событием. Первое – это освобождение Москвы от польского владычества. Очень важно объяснить детям, что же это за праздник и почему его празднуют, почему он так важен для народа. Можно вкратце пересказать исторические события, как жилось в те времена людям на Руси, какие испытания пришлось пройти, и также показать иллюстрации, что более лучше покажет тяжёлое время для России. Необходимо при знакомстве с этим праздником дать детям понять, что россияне – это единая нация, у которой есть общеисторическое прошлое и корни, что без единства нельзя построить крепкое и могущественное государство. И ещё один праздник, тоже немаловажный. Он празднуется у нас 12 декабря. Праздник – День Конституции Российской Федерации. Здесь перед педагогом стоят следующие задачи. Формировать представление о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом государства, который необходимо соблюдать всем. Познакомить детей с некоторыми правами, обязанностями людей. Развивать познавательный интерес к своей стране, к её законам, воспитывать стремление знать и соблюдать законы Российской Федерации, активизировать знания детей о своей родине, о символике и гимне, использовать рассказ о Дне Конституции, о том, что там записаны наши права, свободы и обязанности, и о том, что это главный документ нашей страны. И какие же права основные, да, мы тоже должны с вами проговорить, какие же права у нас записаны в Конституции. Права ребёнка, что право на жизнь, право воспитываться в семье, право на всестороннее развитие. Всё это мы с вами делаем через знакомство, через праздники. Также в классе, также в группе мы с вами можем организовать патриотический уголок, и что же у нас должно быть в нашем патриотическом уголке, что можем мы туда включить. Патриотический уголок или же уголок России, он может содержать материалы по следующим направлениям. Это знания о государстве, я сейчас каждый блок, потом немножечко подробнее рассмотрю. Знания о государстве, знания о малой родине, то есть родной крае, это область, автономия, город или же посёлок. Также народные традиции и культуры, культура, прошу прощения, и семья как самое важное в жизни. Давайте посмотрим, что же у нас должно быть включено и что может быть включено в наш патриотический уголок. Если говорить о блоке «Мой дом, моя семья», это может быть художественная литература, нравственная тематика, дидактический материал, содержание типа «Что такое хорошо?», наборы фигурок «Семья», это могут быть картинки-липучки, дидактические картинки, различные пазлы и так далее. Следующий блок – это «Малая родина». Что же у нас может быть включено в этот блок? Фотографии, альбомы, открытки, тематические папки о родном крае. Эти материалы несложно сделать самим или при помощи родителей и привлекая родителей с детьми. Наборы открыток можно купить как сувенирную продукцию, можно достать какую-то коллекцию. Если есть возможность, то можно сделать объемный макет, допустим, в школы или же детского сада. Следующий момент – это народные традиции и культура. Что же у нас включается в этот блок? Здесь у нас можно включить кукол в национальных костюмах. Это могут быть сами куклы, это могут быть фотографии, игрушки по старинным макетам. Допустим, куклу-травницы, куклу-крупенницы, изделия народных промыслов, это может быть икжель, хохлома. Хорошо, если в доступе у детей будут предметы старины, макеты старинных предметов. Здесь детям могут быть интересны матрешки, дидактические картинки, альбомы на старинную тематику и, допустим, как большинство атрибутики старинных игр. Детям знакомые сказки, но если дети будут видеть какие-то фотографии, то им будет намного проще понять, как это было. И следующий блок расширяется, знания о государстве. Здесь должны быть включены флагер, портрет президента России, карта России, альбомы, дидактические материалы, допустим, о столице России, тоже можно о народах сюда включить. Здесь могут быть альбомы и наборы открыток о городах России. Эти материалы могут пополнять и сами дети с родителями. Так, следующий момент. Быстро сейчас перейду. Какие же игры по патриотическому воспитанию? Дидактические, настольные, печатные, подвижные, музыкальные, спортивные и сюжетно-ролевые. Но здесь долго останавливаться не буду. Это, как бы, я думаю, такой ясный момент. Но вот у нас остается пять минут. Я вижу один вопрос, сейчас я его зачитаю. И пока я завершаю свое выступление, если у вас есть вопросы, вы можете их задать. Ольга, что вы предлагаете для студентов колледжа? В каком плане? Смотрите, флаг президента, фотопрезидента. Естественно, это должно быть в аудиториях колледжа. Что я предлагаю в плане игр? Это могут быть различные квизы, да? Это могут быть различные квесты в плане формирования, патриотического формирования. Сейчас квесты и квизы, они являются, как бы, таким очень востребованным моментом. Если сейчас люди за это платят деньги, чтобы поучаствовать в квесте или в квизе, если вы для своих студентов или же студенты сами для себя, это не только для студентов колледжа, да? Это может быть и для школьников, и для дошкольников квизы и квесты. Просто тематика может быть разной, и упражнения и задания могут быть тоже разными. Поэтому одно из направлений я бы рекомендовала – это квесты и квизы, именно их организация. Если есть еще вопросы, сейчас минуточку перейду во вкладочку, пусто во вкладочке «Вопросы». Но, насколько я вижу, вопросов больше нет. Пожалуйста, за материал. Я надеюсь, он вам будет интересен и полезен. И, надеюсь, ту информацию, которую я сегодня дала вам, она тоже интересна и полезна. Ну, буду завершать вебинар. Было очень приятно с вами работать. Спасибо большое. Если есть вопросы какие-то, вы можете написать мне на электронную почту, вы ее видите на экране. На сегодня у меня все. Всего доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует...